В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. В Самаре по решению суда взят под стражу главный подозреваемый в убийстве 18-летней студентки Владислав Роговик. Напомним, Анна Бондарева пропала в ночь на 22 июля в районе дачного массива Сокские зори, где до исчезновения она отдыхала на даче в компании своих друзей. Ее тело было найдено только спустя 6 дней в лесополосе. Подробности из зала суда в нашем сюжете. На скамье подсудимых 20-летний Владислав Роговик. На сегодняшний момент он признается в совершении убийства 18-летней Анны. Мотив преступления пока не ясен, как и способ убийства. По предварительным данным девушку задушили. Что именно произошло в ночь на 22 июля, сейчас выясняют следователи. На заседании они ходатайствовали о том, что молодого человека необходимо взять под стражу. Прежде всего, одним из оснований избрания данной меры пресечения послужило то, что Роговик подозревается в совершении преступления, которое уголовным законодательством относится к категории особо тяжких преступлений, из-за которой предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Кроме того, он может оказать давление на свидетелей по уголовному делу. О самом подозреваемом известно лишь то, что молодой человек ведет непонятный для многих его знакомых образ жизни. При наличии матери, отца и квартиры живет то там, то тут. А полтора года назад бросил университет. По решению суда, ближайшие два месяца, пока будет идти следствие, Владислав Роговик проведет в следственном изоляторе. К слову, об этом суд просил и сам подозреваемый, который отказался от адвоката и на данный момент признался в преступлении. И о резонансных преступлениях прошлого. Полицейские задержали подозреваемых в убийстве, которые было совершено 11 лет назад. 16 ноября 2004 года возле проходной завода имени Тарасова в Самаре был застрелен 44-летний бизнесмен, член Совета директоров ОАО «Завод имени Тарасова» Олег Новиков. Тогда огонь из автомата открыли двое злоумышленников, находившихся в салоне, припаркованной рядом Нивы. Также был убит и случайный прохожий. По подозрению в совершении преступления задержаны трое итальятинцев. Все четверо участников изобличены. Один был в ходе боестолкновения в 2005 году уничтожен из их показаний, а трое сегодня находятся в следственном изоляторе. С ними ведется активная работа по выявлению других преступлений. В данном преступлении они полностью изобличены, признались и сообщили о причинах и условиях, побудивших их к столь жесткому расстрелу гражданину Самары. До 15 лет лишения свободы грозит 17-летней жительнице Самары, которая сбывала героин на территории железнодорожного района города. Девушку задержали с поличным в тот момент, когда та делала так называемые закладки наркотиков в тайники, откуда потом его забирали потребители. При досмотре у подростка было обнаружено 6 свертков с героином общей массой 44 грамма. По словам самой задержанной, торговать наркотиками ее заставляли родственники. Кто именно, сейчас выясняют следователи. Эта девушка числится в социальном приюте, так как ее мать и сестра уже отбывают наказание за сбыт наркотиков. Но в социальном приюте данная девушка не жила, она жила у собственных родственников, которые ее и вовлекли в сбыт наркотиков. То есть использовали ее в качестве курьера и закладчика. По указанию начальника областного главка МВД Сергея Солодовникова, в Самарской области продолжается проведение крупномасштабных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к совершенным на территории региона преступлениям. Крупная проверка, в которой было задействовано более ста полицейских, в том числе бойцов СОБРа и ОМОН, прошла в Чапаевске. В ходе семи осмотров квартир и жилых домов во дворе одного из них изъято 150 кустов конопли. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также в ходе проверок полицейские пресекли факты незаконного хранения и ношения оружия, которого изъято 5 единиц. Кроме того, полицейские проверили пункты авторазбора и приема черного и цветного металлов. В итоге был найден кузов автомобиля с признаками изменения идентификационного номера. Также в рамках операции установлено местонахождение трех подозреваемых, находящихся в розыске. В Чапаевске предъявлена крупная оперативно-профилактическая операция, которая по моему приказу вводится и будет вводиться в районах области с учетом получения различной информации, что служит стабилизацией оперативной обстановки, в том числе на отдельно взятой территории. Несколько семей жителей 43-го дома по улице Пионерской остались без жилища в результате пожара. Огонь в деревянной двухэтажке вспыхнул около пяти утра. На тот момент многие спали. Первым, кто обнаружил возгорание, был житель квартиры на втором этаже. Мужчина выскочил из квартиры и предупредил соседей. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. На месте возгорания работали 35 огнеборцев и 8 единиц спецтехники. По данным спасателей, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Вопросами расселения погорельцев сейчас занимается администрация Самарского района. Кроме того, владельцам квартир необходима помощь. Многие остались ни с чем. Для организации помощи пострадавшим можно позвонить в администрацию района по телефону, номер которого вы видите на экране. В Сызране инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя, который пытался уйти от погони. Его автомобиль был замечен на улице Хвалынской. Требования инспекторов остановиться водитель проигнорировал. Задержать нарушителя удалось спустя какое-то время в одном из дворов на улице Нефтепроводной. Водителем Вазовской 14-й оказался 26-летний житель Сызрани. По данным инспекторов ДПС, на вид у молодого человека были все признаки алкогольного опьянения. Но от прохождения медосвидетельствования он отказался. Теперь ему грозит лишение прав и крупный штраф. ДТП в Самаре унесло жизнь 55-летней женщины. Авария произошла около 9 утра на пересечении улиц Красноармейской и Ленинской. По данным инспекторов ДПС, женщина переходила дорогу по зебре. В этот момент налево поворачивала иномарка, водитель которой не заметила пешехода. В итоге женщина оказалась под машиной. На момент приезда скорой помощи она была еще жива. Но усилия медиков не дали результатов. От полученных травм она скончалась. Девушка-водитель иномарки от комментариев отказалась. По словам ее мужа, который в момент ДТП сидел на пассажирском кресле, они до сих пор не могут поверить в произошедшее. Несчастный случай, ничего досказывать пока не можем. Извините, пожалуйста. Женщину очень жалко. Извините нас. Ну, свидетелей очевидцы пока в данный момент нету. По данному факту проводится проверка. Будут изыматься все видеозаписи со всех, как говорится, видеокамер с банка и со всех уже организаций. Жертвами ДТП нередко становятся пассажиры. Под усиленный контроль попали пассажирские перевозки. По данным ГИБДД, в Самарской области с начала года произошло более 100 ДТП с участием маршрутных автобусов и такси. В дорожных авариях погибли 3 человека. Более 120 получили травмы. В большинстве случаев виновниками аварии стали сами водители автобусов, нарушившие правила дорожного движения. Очередной рейд по пресечению правонарушений прошел в Самаре. Успеть ко времени и любым путем заработать как можно больше денег – главная задача нерадивых водителей. В погоне за прибылью многие из них забывают о безопасности пассажиров. Денис Судаков по пути в Самару из Оренбурга прихватил с собой десяток человек, не имея соответствующей лицензии на их перевозку. А Олежан Харисов везет пассажиров аж из Казахстана. Все документы в порядке. Вот только маршрутное такси не оборудовано специальным прибором – тахографом, предназначенным для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителя. Я не знал, что и Россия. При перемещении на территорию другого государства, в том числе и союзного, мы должны руководствоваться все-таки правилами дорожного движения той территории, где мы находимся. И это везде по всему миру. Водители и те, кто их сюда направляет, работодатели, должны обеспечить транспортные средства всем необходимым оборудованием, которые необходимы для освещения междугородных и международных перевозок. Теперь водителю придется оплатить штраф от одной до трех тысяч рублей. И так будет при любой проверке в России. Пассажиры с такими водителями ездить опасаются и считают, что подобные рейды положительно повлияют на обстановку в целом. Обязательно нужно. Много всяких ездят и в нетрезвом состоянии, и уставшие. Поэтому нужно. Я тоже считаю, что документы должны быть в порядке. Но автобус чистый, водитель всегда опрятный. Мы за, что мы проводим такие рейды. За шесть месяцев текущего года на водителей автобусов и маршрутах такси было составлено более 15 тысяч протоколов за различные нарушения ПДД. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok